В соответствии с законодательством Украины 17 ноября 2015 года Южницким городским советом было принято решение о переименовании улиц, которая носила коммунистическую символику и согласно этого решения переименовать часть проспекта Ленина с пешеходной частью, которая лежит от улицы Строителей до проспекта Григорьевского десанта на проспект Мира. Часть проспекта Ленина от улицы проспект Ленина 9 до проспект Ленина 1, которая лежит от улицы Новобилярской до улицы Строительного названия 3А на улицу Тараса Григорьевича Шевченко. То есть 17 числа было решение, оно набрало законную силу с момента его опубликования 27 ноября 2015 года в газете Новины Южного. Нет в этом решении ничего о нумерации, нет ничего о том, будет ли изменена при этом нумерация или у нас проспект Мира будет начинаться с номера 13. Я так думаю, что дальше будут на основании этого решения еще какие-то разъясняющие документы, может быть приняты исполкомом Южницкого городского совета, может быть будут письма с управления архитектурой. Пока это еще неизвестно, нам на этот вопрос никто не может ответить. Что касается тех статей, которые в законе четко описаны. Четко описано то, что документы выполнены по состоянию на даты, когда до переименования проспекта Ленина и разрыва его на две части улица Шевченко и проспект Мира. Документы выполнены на основании тех документов, которые были по старому, по проспекту Ленина. Они будут действительны, могут собственники не переживать ни технические паспорта, ни правоустанавливающие документы, такие как свидетельство о праве собственности, договора купли-продажи, мены, свидетельство о праве на наследство и так далее и тому подобное, которые подтверждают ваше право собственности, они действительны. Не спешите бежать в регистрационные службы, к нотариусам, которые выполняли вам эти документы, либо в БТИ, не переживайте. Закон обратной силы не имеет. Техническая документация, которая выполняется на объекты недвижимости, право собственности, которое подлежит дальнейшей регистрации, она должна быть выполнена в соответствии с тем государственным реестром прав собственности, который действует сейчас на территории Украины. Вот по сегодняшний день пока изменения в этот реестр не внесены. Де Юре у нас уже переименованы улицы, де-факто в реестре нет изменений, и пока если мы будем набирать улица Шевченко, либо проспект Мира, в реестре мы получим отказ от регистрации, поскольку таких наименований в перечне улиц города Южной Одесской области не существует. Органы местного управления, управление архитектурой с этим работают. Они в соответствии с законодательством пошлют письмо туда официально о том, что просим внести изменения в перечень объектов города Южной Одесской области, и таким образом будут внесены новые названия. Когда мы увидим, что в реестре или электронном реестре прав собственности уже изменены названия проспекта Ленина на часть улицы Шевченко и часть проспекта Мир, тогда мы уже начнем выполнять документацию техническую на те объекты, право собственности которых подлежит регистрации. Мы будем выполнять уже по новым адресам. После консультации с нотариусом мы поняли, что у них тоже вопросы именно такого характера, что для них сложно, они не обладают полномочиями определять самим нумерация, каким образом будет произведена после смены названия и разделения проспекта Ленина на две части. Хотелось бы обязательно, чтобы управление архитектуры дало разъяснение нотариусам по поводу нумерации, потому что не сможет нотариус идентифицировать объект недвижимости, расположенный по старому названию проспект Ленина. Особенно это касается той части, которая от Григорьевского десанта до улицы Строителей, где у нас проспект Мира, поскольку тогда нумерация в проспекте Мира будет начинаться с номера 13. На сегодняшний день я обратилась к нотариусам и получила ответ, что они работают пока со старыми названиями, пока изменений в реестре нет. Все это урегулируется в рабочем порядке. Если у вас в техническом паспорте, в правоустановливающем документе еще старое название проспект Ленина, вы приходите к нотариусу. Если у этого нотариуса еще нет разъяснения, если у него нет этого решения, не доведено до ведома ее о том, что такое-то решение было принято, вам нотариус порекомендует обратиться в общий отдел и получить такое решение. Мы немножко подготовимся к этому варианту, мы возьмем, сделаем серокопию, либо сами там какое-то количество заверим решений из полкома в общем отделе, для того, чтобы людям просто не ходить и не тратить на это время. И обратившись к нам в БТИ, вы сможете получить это решение, приложить к своим документам и пойти к нотариусу, либо в регистрационную службу оформлять право собственности. Хотя я думаю, что органы местного самоуправления, общий отдел обязательно рекомендательным письмом или разъяснительным письмом отправят это решение, к нему разъяснение по нумерации всем нотариусам города, в том числе и управлению юстицией. По прописке и по регистрации юридических лиц эту консультацию лучше брать у специалистов, которые конкретно занимаются этими вопросами. Что касается недвижимости, регистрации права собственности на недвижимости и технической документации, как бы это абсолютно безболезненно должно пройти для людей. Я так думаю, что в ближайшее время все равно в средствах массовой информации будут разъяснения, что касается юридических лиц, смены юридических адресов и почтовых адресов, и что касается прописки людей. Но однозначно я думаю, что это будет в явочном порядке. Единственный вопрос может возникнуть, когда обратятся к нотариусу, который в другом населенном пункте и до него не довели о том, что было принято такое решение, о том, что часть проспекта Ленина стала улицей Шевченко, а часть проспекта Мира. Вот этот нюанс у нотариусов, которые за межами, так называемого, нотариального округа, может возникнуть вопрос. Потому что, конечно, невозможно для всех нотариусов Украины сделать такие разъяснения, и особенно по нумерации это будет, наверное, путаница. Я думаю, что все равно 95% жителей нашего города пользуются услугами наших нотариусов, потому что у нас достаточное количество, и профессиональный уровень, я думаю, что абсолютно должен, и поэтому очень редко, очень редкие случаи, когда наши жители ездят в Одессу. Таким людям, которые планируют сделку за пределами нашего нотариального округа, я просто советую сразу же обратиться в органы местного самоуправления для получения вот этого решения, и уже ехать с этим решением, желательно уже с будущими разъяснениями, которые даст Управление архитектуры по нумерации, к нотариусу на сделку. Решение номер 14-7 Римская, 17.11.2015. Решение Южненской Минской Рады, Южненского Городского Совета. Вы можете пойти, взять его в общем отделе, вам заверят его и получите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова